Мы за Беларусь. У Гомелли протягиваются митинги за независимость и мир. На некоторых сегодня побывали наши корреспонденты. Они погуторились с людьми, которые пришли на митинги с Палацом культуры фестивальной и в центре города. Что ждет народ? А почему марить? И что его турбует? Далее у репортажа. Не смотря на проливный дождь, митинг на площади повстания собрал молодь, работающие коллективы и просто необъяковых людей. Усе докладны ведают, для чего они тут. Падеи о прошлых тыднях турбуются людей, и они отчувают небезпеку. Не только для будущего не их семья, а и краины в целом. Всегда лучше решать проблемы мирным путем. Насилие никогда к оружему не приводит. Только мирным путем. И только за свою страну независимую. Открытый микрофон могчимать для кожных из присутных выказать свои думки и почутки. Митинг по-заправдному объеднал пенсионеров и молодец, прационных и представников улады. Им горка от того, как Знянацк установивши Украине дестабилизавалася. Уже нема ранейшей упыльненности в завтрашнем дне. Еще несколько недель назад, наверное, никто не мог и представить, что наша Беларусь окажется на краю пропасти. Поэтому, конечно, мы собрались сегодня, чтобы еще раз подчеркнуть, что надо единство. Надо сохранить нашу страну за следующих поколений. Сохранить ее независимость. Не покояться зараз. Гэта нормально. Нормально турбоваться об далейшем лесе краины и себе самого. Жить у эпоху пирамена, час невызначенности. Гэта складана. Примать серьезные решения, круто менять жить все. Гэта выпробование. Все больше людей зараз жадают одного. Спокою. За месту цельного неурозу, яким охопленные миллионы. Мы просто за мир. Для себе и детей. Кажут люди, які пришли на митинг до Палаца культуры фестивальной. Добра, мира. Из-за Александра Григорьевича Лукашенко пришли его поддержать. Мы хотим мира, хотим добра, хотим быть все вместе. Спокойно спали, чтоб детки бегали спокойно по улице. Мы пришли за нашу страну сюда. Чего вы желаете для страны? Мира, спокойствия, благополучия всем нам. Мы хотим, чтобы был компромисс, чтобы был диалог с нашим молодежью. Потому что мы их любим. Честное слово. Я хочу, чтобы наша страна была всегда такой же, как и ранее, сильной, красивой, независимой. Поэтому сегодня я здесь. На сцену один за одним выходят ветераны. Жихары советского района молысь работники предприемств. Кранула промова украинцев, які знайшли тут вырятование под час военных дейню на свою землю. Примусил задуматься из ворот девчины до ветеранов. Я навыбачилася за то, что людям, які пройшли войну, знов и минавито у 75-ти годзе перемоги, доводится бачить боль и покуты родных. Пронизли вам было выступление старшини Гомельского областного объединения профсоюзов Алексея Неверова. Вы слышите со всех сторон призывы остановить производство. Вы знаете, что за этим стоит. Выход на площади, остановка производства и так далее. И хаос. А что дальше? А дальше идет банкротство производства. После банкротства невыплата заработной платы. А дальше? А дальше недостаточный средств в бюджете. И невыплата пенсии. Вот это эпифиоз. Я очень хочу, чтобы вы не забывали те времена, когда остановилось производство не так давно. Когда на предприятиях задерживали заработные платы месяцами. Я это прекрасно помню. Я сам работал и сам из рабочей среды, и в городе Гомель, и в Гомельском районе. Я знаю, что такое приходи домой, и в день зарплаты твоя семья не видит зарплаты. Я от всей души, от себя лично прошу вас, не поддавайтесь на эти призывы. Будьте благоразумны. Коли сябры и члены семью оказываются по розных боках баррикад, это тяжко. Страшивать паразумения с родными и еще учора с самыми близкими людьми, это трагедия. Политика поделила народ на лагеры. Але здается, что все жадают только одного – просто вернуть мир. Марина Джала, Вольга Коновалова, Миколай Скидзиан, Валерия Гапанько, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.